Конституционный суд признал законными парламентские выборы, которые прошли 24 февраля и утвердил мандаты избранных депутатов. Сенсации, как на прошлогодних местных, не произошло. И многие склонны это связывать с одним. Результаты устроили правящую Демпартию. Впрочем, сегодня тон задавали социалисты. ПСРМ не просто прервала молчание. Она впервые после выборов официально высказала претензии на участие в коалиции. Будущее парламентское большинство должно быть сформировано вокруг ПСРМ, партии, которая больше всех представлена в парламенте, заявили социалисты. И объявили о начале официальных предварительных переговоров. В первую очередь с АКУМ. Словом, события в Молдове разворачиваются интересные, а значит их надо интерпретировать. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте. И я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Это Думитру Пулбери, в данном случае экс-председатель Конституционного суда. Добрый вечер. Добрый вечер. Роман Михаеш, политический комментатор, юрист, политолог. Здравствуйте. Игорь Волницкий, политический комментатор. Вам здравствуйте. Здравствуйте. Борис Шаповалов, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, мандаты валидированы, кандидаты поздравлены, завершился этап, я бы назвала его так, юридического оформления выборов, поскольку уже люди стали депутатами. Сколько было жалоб и недовольства, мы с вами можем сейчас вспомнить. И тем не менее суд вот все признал. Да, мы помним, во время выборов многие партии подавали в ЦИК свои жалобы, потом это дело должно было рассматриваться суда. Ну суд все признал. Вас это удивило, господин Пулбери? Нет, меня не удивило. Я хочу, во-первых, поздравить своих коллег с консервного суда с решением, хорошим решением. Правда, я не все читал до конца, но там аргументы в пользу признания выборов больше, чем достаточно. Это один нюанс. Второй. Это не значит, что не было нарушений в период избирательной кампании и во время выборов. Но, как и в прошлые разы, и в прошлые годы, когда Конституционный суд валидировал выборы парламентские, Конституционный суд не рассматривает по существу спор. Подвозили избирателей, не подвозили, там есть, голосовали правильно в округе ИКС или нет. Суд это не рассматривает. Это рассматривает или избирательное бюро, или центральная избирательная комиссия, или суды общей юрисдикции. А на основании этих документов уже Конституционный суд делает свои выводы. Это одно. Второе. Конституционный суд, конечно, и всегда было, и наверняка и 9 марта, мои коллеги тоже так, изучили заключения международных наблюдателей, которые присутствовали во время избирательной кампании и во время выборов. И вот в совокупности всех этих документов, которые были в распоряжении Конституционного суда, Конституционный вынес такое решение. В чем-то подозревать Конституционный суд, что он не так учел, не то рассмотрел, видимо, было бы не объективно. Еще раз повторяю, Конституционный суд спора по существу не рассматривает. Он имеет на руки решение соответствующих инстанций. Он уполномочен и законом рассматривает такие вопросы. Я уверен, что Конституционный суд запросил все судебные инстанции. Я уверен, что запросил МВД и другие структуры, Центральные избирательные комиссии. Собрал у себя всю эту информацию, на основании чего он и вынес такое решение. Вот вы уверены, что Конституционный суд это сделал? У меня была такая информация, что было очень сложно партиям в период до рассмотрения Конституционным судом прийти к этому решению, у которых были претензии. Говорят, что суды общей юрисдикции не все жалобы соглашались рассматривать. Было такое. Я знаю, что у европейцев в их комментариях они не все гладко сказали, в том числе и о самом этом периоде. Потому что, вот буквально они так говорили, у них есть претензии, они, вернее, рассматривают, как молдавские власти, вот эти процедуры подачи жалоб и апелляции, как они с ними справлялись. То есть у них есть вопросы, они честно об этом сказали. Я хочу закончить мысль, я хочу дополнить. Да, в решении Конституционного суда есть констатация фактов, что были допущены определенные нарушения и перечисляются именно какие. Но в результате, в конечном, они повлияли на окончательное подведение, окончательные итоги выборов. Поняла. Я очень просто, как юрист, могу здесь тоже добавить. Можно я еще, я уточню, да, раз вы взялись отвечать с удовольствием, как говорится, господин Михаэш. Ну, смотрите, вот все повторяли перед валидацией, что достаточно, чтобы Конституционный суд признал 2 третьих депутатов. То есть все понимали, что претензий будет много и все понимали, что, возможно, не все одномандатники, которые выиграли эти выборы, будут валидированы в должности депутатов. Тем не менее, этого не произошло. Вот теперь я слушаю с удовольствием ваш комментарий. Все партии, и социалисты, и блок ОКУМ в том числе, с моей точки зрения, были согласны с результатами выборов. Они не пошли на то, чтобы пойти через суды и контестировать результаты выборов через первый суд, операционный, пройти беспорядок, который предусмотрен в законе. Например, и социалисты, и блок ОКУМ просто направили в Конституционный суд свои претензии. А я знаю, что им отказывали в судах обычной юрисдикции, социалистам, например. Это ложь. Это ложь. Не подтверждена никакими фактами. Напрямую говорю. То есть вы так в курсе? Тактика была такая. Типа мы где-то протестуем, но они не протестовали. Не протестовали, потому что они боялись этого сценария, о котором вы говорите. Что если они протестуют там шесть, другие шесть. С моей точки зрения, юристы ОКУМ и социалистов где-то здесь были в сговоре. Потому что этот сценарий мог состояться, о котором вы говорите. Уже сейчас были в сговоре. Или когда? Или когда? Пожалуйста, да. Я просто уточняю. Суды, юристы, ОКУМ и социалистов опротестовали бы результаты выборов в 17 участках, о которых вы говорите, что могли бы быть. Тогда они бы затянулись эти суды на года. Ну, как минимум на месяцы. Первые инстанции, апелляционные инстанции. Нет, нет, там месяца не может быть, потому что там есть ограниченные сроки рассмотрения этого дела. Отвечаю сразу, чтобы не было вопросов. Только на период электральной кампании сроки. После электральной кампании они не действуют. Более того, консервный суд мог в случае наличия в производстве в судах, неважно, первая инстанция, апелляционная инстанция, какие-то споры, суд мог бы перенести дату рассмотрения, не 9-го, скажем, другое число, дать возможности судам, судам точнее, рассмотреть. Нет исков, нет, просто одна разница. Так это другой вопрос. У меня есть информация, что не принимали эти иски. Ну, по крайней мере, господин Михаэш, если вы говорите, я говорю, что конкуренты имели право обжаловать все эти результаты, другое дело было, не было, это был вопрос. Очень просто, юристы ПСРМ и АКУМ не протестовывали ни в одном суде, они знали другое. Они отправили все материалы в конституционный суд. Конституционный суд, как вы правильно говорите, если не было решений судов, они просто-напросто не смогли по некоторым участкам или по национальному округу сказать, что выбор недействительный. Вот все, здесь все просто. Ну, вот это точно сделало АКУМ, потому что они отчет про Малекс особенно представляли, в котором прям вот там говорят, что настолько детальный был отчет, что они прям по минуткам. То есть это было политическое решение АКУМ? Ну, это сделал. Но в судах они не обратились. Хорошо, давайте я сейчас тогда вопрос поставлю по-другому. Вот некоторые аналитики связывают такое единогласное решение Конституционного суда, что называется без комментариев, с тем, что все понимали, что валидация мандатов и число отданных в конечном итоге за одну или за другую партию будет очень влиять на формирование правящей коалиции. И поэтому вот думать сейчас, вот там мы валидируем, там не валидируем, как-то вот было бы не очень и с руки. Игорь, как вы... Игорь, можно я предоставлю слово еще одному гостю? Спасибо. Господин Володовский. Да, перед тем, как ответить напрямую на ваш вопрос, хотелось бы добавить, ну, мое личное мнение, может быть оно субъективное, почему оппозиция, как правая, так и левая, воздержалась, как бы обратиться в судах. Во-первых, я думаю, что это их общее недоверие к молдавским судам, и они не разу об этом говорили. Во-вторых, это, наверное, связано с тем прецедентом, который у нас был летом прошлого года в Тишиневе, когда обращение одного из кандидатов на должность мера столицы было использовано против другого. Видимо, была и такая боязнь, что вот обратимся в суд, а мы не знаем, что последует за этим. Это чисто теоретическая точка зрения, это моя субъективная точка зрения. Я допускаю, что, возможно, это было такое восприятие со стороны двух основных, ну, если у нас три основные политические силы в парламенте, две из них, видимо, так думали. Я это допускаю. Сейчас, что касается решения Конституционного суда, конечно, с одной точки зрения оно было прогнозируемо, хотя я ожидал, конечно, и маленькие сюрпризы. Слишком много нагнетания было на эту тему, и правящая партия сама давала для этого повода. Помните, перед тем, как предыдущий парламент уже закончил свою сессию, там появился какой-то законопроект, а давайте большинство будем считать из 80 столько, из 70 столько и столько. И это дало повод для определенного рода толкования. Многие ожидали, что могут быть и сюрпризы. С этой точки зрения, конечно, некоторых удивил, удивил тот факт, что Конституционный суд все-таки признал результаты выборов. Господин Кульберин говорил с юридической точки зрения, он сам возглавлял эту инстанцию, понимает, как там протекает внутри процесса. Но я говорю, как это видно со стороны. И со стороны именно так это и выглядело. И, конечно, напрашивается вывод, почему суд именно так поступил. Это резонный вопрос, потому что, к сожалению, уважаемый Конституционный суд, там есть многие судьи, которых я лично знаю, некоторые судьи, которые я знаю, лично знаю, что они не идут на компромиссы. Но есть и судьи, над которыми витают определенные, ну скажем так... Которых есть шлейф, и мы даже знаем, какой. Да, да, да. Так деликатно выражено. Если учитывать, я не хочу никого обидеть, но это в самом деле так. Если учитывать этот факт, то, конечно, можно подытожить, что с определенной точки зрения суд, видимо, учел и политическую составляющую. Я не знаю, может, Домну Пульбери, может, Домну Михаешу, он тоже юрист, скажут, насколько суды такого уровня могут учитывать в своих решениях и политическую составляющую. Наверняка они ее учитывают в какой-то мере, но мы не можем знать, в какой. И наверняка и суд в субботу, в прошедшую субботу учел и политическую составляющую. То есть учел. Спасибо. Это ваша точка зрения. Да, это моя точка зрения. Субъективная может быть, но это моя точка зрения. А вы знаете, мы же много эфиров проводили по всем этим ситуациям. Я помню, что один политолог, уважаемый господин Чури, вот он, кстати, не отрицал, что решение конституционного суда, с вами, по-моему, в эфире он был, правда, господин Чури, не даст мне соврать, что он сказал, что это совершенно такая практика, ну, не знаю, вот она не исключает того, что в своих решениях учитывается точка зрения правящей партии. Я очень мягко формулирую, но, тем не менее, это было сказано. Нет, я как бы хочу тут добавить, сам консионный суд по своей натуре – это юридический политический орган. Вот так вот, такая формулирую, юридический политический, а мы-то наивные, господа, думали, что это орган высшей юрисдикции. Но следы политики, следов политики в решении 9 марта нет, не вижу, потому что консионный суд в данном случае руководствовался результатом, представленной центральной избирательной комиссией. Боже мой, неужели у нас появился такой конституционный суд после стольких лет, что у нас? Не было обвисковано юридическим путем ни одного округа, это понятно или нет. Не было просто ни одной жалобы в судьях, и все. И господин имел основы не признавать выборов. Это очень крутая практика. Вот господин Волницкий допускает, это была практика партии. Мы побоялись, что не будет депрактировать. Конечно. Но знаете, что делает господин Волницкий, в отличие от вас? Он всегда говорит, это мое субъективное мнение. А вы всегда произносите свои вердикты, как будто бы председатель конституционного суда. Вот в этом есть маленький нюанс. Чтобы суд не признал добрым в одной округе, должен был кто-то протестовать. Никто не протестовал. Спасибо. Мы поняли ваше мнение. Я, наконец, хочу предоставить слово господину Шиповалову. Ну, вы знаете, с одной стороны для меня решение конституционного суда было в какой-то степени ожидаемо, а с другой стороны, ну, я не могу, скажем так, объективно, лояльно относиться к конституционному суду, нашему, в теперешнем составе. Ну, тут тоже честно, да? Потому что, ну, я его считаю конституционным судом демократической партии, а не республики МОГ. Господин Пулберев, вы высказали свою точку. Извините, мы говорим о решении 9 марта. Мы говорим о том решении. Я вам предоставлю слово, обещаю. Можно я буду высказываться? Я вас не обижаю. К вам, наоборот, я отношусь с большим уважением. Вы были замечательны, прекрасны. Он даже тоскует по тем временам, когда вы были председателем. Да, я бы хотел, чтобы вы им были и по сегодняшний день. Ну, вот, к сожалению, так, как оно есть. Я считаю его, еще раз повторяю, конституционным судом демократической партии. Почему? И у многих возникали сомнения в его объективности решения по 9 марта. Потому что накануне самой избирательной кампании, вы меня извините, меняются три члена конституционного суда, и ими становятся три высокопоставленных деятеля демократической партии. Да, они судьи, но я не уверен, что некоторые из тех судей, которые стали членами конституционного суда, могли бы получить справку о неподкупности после их переходов из одной партии в другую и так далее. Я не называю фамилии, но многие знают все эти истории. Поэтому давайте будем объективными с этой точки зрения. И такая точка зрения, как у меня, она имеет право на жизнь. Вот в этом мы, по-моему, и сомневались в том, что суд может принять необъективные решения. Но 9 марта произошло то, что произошло. То есть на основании тех документов, которые были, на основании решения международных наблюдателей, которые, да, они признали нарушение, они их называли. И миссия ОБСЕ, и парламентская ассамблея СНГ, и Европейский союз наблюдателей, они что-то конкретно назвали. Одно, второе, третье, пятое были нарушения. Но с их точки зрения они не повлияли на общий результат выборов. И вот консольный суд решил то, что он решил. Мы поняли. Плюс есть еще один вопрос. Я абсолютно уверен, что если бы этот результат не устраивал правящую партию демократическую партию, то демократический суд демократической партии абсолютно принял бы совершенно другое решение, которое ему было бы выгодно. Но это моя точка зрения. Ну как сегодня у меня тут интеллигентно два гостя тут же добавляют. Это моя точка зрения. Господин Пулбери, теперь ваша точка зрения. Вы были не согласны? Нет, я не стал обсуждать или мы не обсуждаем деятельность Конституционного суда вообще. А мы говорим о решении 9 марта. Потому что от этого решения, кстати, в решении Конституционного суда тоже есть несколько абзацев, где сказано, да, имели место на решении там-то, 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 но в основном они не повлияли на общий итог выборов, которые были представлены Центральной избирательной комиссией. Поняла. Суд высказался, наблюдатели высказались, организации у нас высказались, и уж много раз высказались участники этой политической гонки. И только один Европарламент вот прям добавил ложку дегтя во всю эту большую, что называется, бочку меда. Вот они прям так сформулировали. Мы откладываем оценку последствий выборов на будущие отношения в ЕС и Республика Молдова. Только через 6 недель выскажемся. Но на всякий случай мы говорим Молдове, что мы будем очень внимательно следить за тем, как молдавские власти рассматривают процедуры подачи жалоб, апелляций, как будет формироваться коалиция, будет ли оказано давление при этом на депутатов, и как вообще, господа Молдоване, вы будете справляться с вашими домашними заданиями, потому что в конце концов вы понимаете, будете справляться плохо, денег вам нет. Ну это же понятно, почему они заявили. То есть замороженное финансирование так и останется замороженным. Что хочет Евросоюз? Почему такая резкая реакция? Людмила, здесь тоже все понятно. Если коалиция будет складываться не в пользу Европейского Союза, то, соответственно, они скажут, что было давление, была рука Москвы, Путин... То есть они такие хитрые, да? Ну конечно же, поэтому они сразу уже пугают, что финансирования не будет, этого не будет. А если все складываться будет, то как хочется Европейскому Союзу, ну не Европейскому Союзу, а лидерам, здесь Европарламент, да, Европарламента, то, соответственно, тогда нарушений не будет, тогда это естественный демократический процесс. Вот эту двуликость, вот эту вот политику двойных стандартов мы постоянно наблюдаем от Европейского Союза. Постоянно, во всех вопросах. Вот здесь нам нравится, вот это правда, да? А вот это не по-нашему, но, знаешь, здесь есть нарушения, сплошные права человека и так далее. Это как вот, допустим, в Москве или там на Украине, или еще где-нибудь, да, кто-то вышел с плакатом, его там случайно полицейский задел. Ой, трагедия, это нарушение права человека. А как своих французов сотнями мочить дубинками и в том числе со смертельными исходами разгонять слезоточивым газом? Это демократия, это нормально. Вот с этой точки зрения... Поняла, ваше мнение мне интересно. Что там европейцы задумывали? Все понятно. Европейцы поставили условие, чтобы были проведены свободные, честные выборы, что они сказали, что они будут читать рапорт миссии ОБСЕ, миссия ОБСЕ опубликует его... БДИПЧ еще так вот, ОБСЕ, БДИПЧ полная. Они публикуют этот рапорт где-то, по-моему, через полтора месяца. Европейцы почитают этот рапорт и высказывают... По крайней мере, логика есть. Нет, это практика, обычная практика. Но мы знаем, что миссия наблюдательная ОБСЕ сказал, что выборы были частично свободными и корректными, но с какими-то там проблемами. Да, да, да. Это хорошая формировка для Молдовы, потому что, в принципе, это означает признание выборов конкурентными, как минимум. Но уже, чтобы вы понимали, что я тоже был наблюдательным выборов международным наблюдателем ОБСЕ, в любой стране мира есть проблемы, даже в США, во Франции. То есть, главное, чтобы не было критической массы, которая позволяет говорить, что эти выборы были сквалифицированы. То есть, практически, скажем так, я считаю, что молдавские выборы, если сравнивать их, например, с румынскими выборами, или даже с выборами по Франции, по Германии, были даже лучше организованы. Я дам вам только один пример, только один индикатор. Это комплимент, да. В Румынии, например, нет электронной, скажем так, проверки, и голосующих, да. Вот у нас, набрать из Румынии, говорят, ой, а у вас регистрируются в компьютере, а у нас нет. То есть, так называемые... Отстает европейский союз. Так называемые повторные голосования там имеют место в Германии, даже во Франции. То есть, одесса вам в том, что голосует в одном месте, потом в другом месте, потому что нет электронного мониторинга. В Молдове ты пришел. А они в ответ, так как в Приднестровье у вас людей свозили, у нас тоже нет. У меня есть право сказать. По Приднестровскому жаскому, у меня тоже есть вопрос. Я думаю, могут быть. Но хочу вам заметить, что не социалисты, не Блок Акум... Ой, не... Игорь, так рождаются легенды. Извините, Игорь, я хотел... Не социалисты, не Блок Акум меня протестовали. Вот что меня удивило. Меня протестовали даже в Приднестровске. Почему вы так уверены? Я тоже знаю, что... Вот уверен, господин Михаил... Откуда вы такой... Не знаю, я не знаю. Вы здесь стоите и говорите, они не делали... На каком основании? Не знаю. А я знаю, что они протестовали. Я знаю, что суды не принимали. Я знаю, что у нас судьи есть нормальные и порядочные, честно говоря. Я внимательно слушал работу Конституционного суда. Не было протестовано в суде Первой инстанции. Они сделали другое. И Акум, и социалисты отправились эти жалобы в Конституционный суда. Социалисты не обращались в Конституционный суда. Я думаю, что не могло быть вердикта, если не было решения суда, которое не приняло эти заявления. Суда общей юрисдикции. Господин Валницкий, что у нас с европейцами происходит? Вот вы мне объясните. На самом деле, так как говорит господин Михаил, или ситуация вам видится по-другому? У нас финансирование, опять же, от Евросоюза. Это тоже для нас важный вопрос. Почему так? Есть два момента, которые нужно обязательно иметь в виду. когда мы говорим о позиции Европарламента. Во-первых, конечно, речь идет о внутренних процедурах, но они приходятся как нельзя кстати Европарламенту, потому что им нужно выиграть, тянуть чуть-чуть время. Почему? Потому что мы знаем отношения между Молдовой и Евросоюзом. Евросоюзом сложились не самым лучшим образом, особенно со второй половины прошлого года, когда не были признаны выборы мэра Кишинева. И потом, чуть раньше, когда была введена смешанная избирательная система. То есть, есть определенный осадок. И, видимо, Евросоюз не спешит с выводами. Они еще не знают, будут ли демократы в какой-то форме участвовать в правлении Молдовой в дальнейшем. Будет ли это миноритарное правительство? Будет ли опять правительство, созданное по образцу 2016 года? Будет ли какая-то коалиция в составе, в которой будут и демократы? Они не спешат, потому что они окажутся в очень неловком положении, признав сейчас, сделав кое-какие поспешные заявления, а потом скажут, вот мы уже признали как бы... Вот те двойные стандарты. Это первое, это первое. А я сейчас с вами буду спорить, я вам приведу пример Виктория Нуланд, которая признала, достаточно стало, когда она признала эту коалицию. Да, но она американка. Есть и второй момент. Здесь мы говорим о европейцах, да. И второй момент, по-моему, намного важнее, чем первый, который я сказал. Мы все должны учитывать, что в ближайшие месяцы выборы в Европарламент. И эти люди в мае месяце у них выборы в Европарламент. Вы представляете, в каком положении окажется любой депутат Европарламента, который поднимет руку за ту или иную резолюцию, выскажет ту или иную точку зрения, подпишет то или иное заявление, декларации и так далее, и тому подобное. Так это палка с двумя концами. Кто-то их обвинят, вы поддержите такой-то, такой-то режим. Другие их обвинят, вы не поддержите демократические процессы и так далее, и тому подобное. То есть они в очень щекотливом положении, поэтому они и занимают эту выжидательную позицию. Они тянут как можно больше времени. И это вполне объяснимо с политической точки зрения, по меньшей мере. Я благодарю вас. У нас сейчас реклама. Мы выходим на рекламу, потом вернемся, непременно продолжим наш разговор. Тем более у нас событий сегодня было много. Мы знаем, что социалисты обозначили свою позицию. Я думаю, что нам есть с вами что комментировать. Реклама на телеканале Акчен ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова